Приветики, приветики, приветики! Всем здравствуйте! Ну что, мы свернули с улицы Емелейной и покатаемся сегодня, да, во дворах. Как этот микрорайон называется? Все-таки я микрорайоны перепутала. Пишите, я не знаю. Да, оказывается, это все-таки не микрорайон 21, а 21 это совсем другой микрорайон. В общем, если где-то я напутала, поправьте в комментариях, потому что я тоже не всезнайка. Я только учусь. Вот, смотри, летучий корабль, вот так называемый. Да, у нас здесь огромная площадка детская, называется летучий корабль. Что-то мы с Евелишей сюда даже не добирались, да, не прибега? То есть, что далековато? Нет, так мы же на машине-то ездили до той площадки, а до этой что-то как-то мы не очень. Ну, видимо, нам не сподручно, хотя мы все равно едем в тот сад. Ну, когда мы едем в сад, мы едем в сад, да, а не на детскую площадку. Открыта она была буквально, может быть... Да, нет, давненько уже давненько. Ну, лет пять-то назад открыта ведь, да? Точно, точно, точно. А давно открыта. Этот микрорайон более новенький. Тут ведь домики, видите сами, да, такие не старенькие. Может, им лет двадцать, да где больше, наверное, тридцать, наверное, да? Где-то тридцаточка им, наверное, скорее всего, этим домиком. Домики, домики, подождем. Машинка проедет, а мы подождем. Все-таки дворы у нас узковатые, да? Одна полоса движения, поэтому... Ну, это, наверное, район, знаешь, что называется? Южного рынка. Как он это? Городка, наверное, да? Район городка. Наверное, да. Потому что, ну, как еще его назвать? Основная, как бы, это... Критерий это городок. Поэтому так и назовем район Южного городка. Это у нас что за торговый центр выстроен здесь? Доброцен. Доброцен. Доброцен, да, кстати. Что-то наподобие светофора. Да. Тоже цены такие же приемлемые. Бюджетные, экономные. В общем, мы в этот магазин ходим. Иногда, да. Ну, так как он не в нашем районе, мы ходим в него не так часто. Мы больше, наверное, даже в светофор с тобой ездим. Конечно. Хотя он не в нашем районе. Хотя светофор тоже не в нашем районе. Не близко, совсем не близко. Ну, потому что, наверное, не знаю, в светофоре может быть выбор больше. Улица Маяковского. О, улица Маяковского. А здесь, по-моему, детский сад. Да, детский сад. А это, слушай, это не 25-й комбинат, вот этот вот? В смысле, 25-й вроде у нас где-то там, на Перёжчиково. Нет, 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 тут какой-то 25-й садик есть. Ой, я не знаю. Ну, я, в общем, тоже не знаю. Я ориентируюсь так, по слухам. Потому что этот район, мы с тобой даже тут никогда и не гуляли, наверное, да? Я вот только работала, когда в Кчусе, ходила в городок сам вот, ну, чисто так, на рынок зачем-нибудь. Школьные годы здесь гуляла. Ну, как ты понимаешь, школьные годы и гуляла я не здесь. Да, я знаю. Поэтому мои школьные годы прошли совершенно не в городе Кирово-Чапецке. Да. Ну, о чём я не жалею, потому что вырасти в селе, это тоже своё, свой какой-то плюс, да, Ведь? Что, мы тут проедем? Ой-ой-ой. Пусть заехать. Давай-ка ты, это, диски-то погнёшь. Сейчас он заедет сюда. Да, жопкой пусть заедет туда. А мы туда проедем. Не надо попрыгать на бордюру, мы с тобой не на Дастере. Это на Дастере у нас папа прыгал по бордюрам. Да-да, детский садик, вон, смотрите, площадочки такие. И то ты там, наверное, не сцарапал эту шину-то нашу. Нет? Ты так не прыгай больше, слышь. Дай-ка проверим, как, слышь. Да. Отсловали у меня там колпак-то этот. Так что мы едем где-то за южным городком. Я помню, что мы сюда с тобой, знаешь, куда ходили? Вот в какой-то мебельный магазин. Что-то выбирали, помнишь, тогда? Хотели покупать. Только не помню, что конкретно. Что-то тоже выбирали. Ну, райончик тоже такой спальный. Ну, я не знаю, где у нас район не спальный, да, в Чепецке? Везде. Везде, да. Такой домик, кстати, интересный, вот этот, симпатичный. Расцветочка у него такая. Ой, да, вот этот я, кстати, не вижу. Я смотрю, думаю, расцветка такая яркая. А посмотри, да, разрушается. Посмотри-ка, что плита-то как разрушается. Это от тебя обалдеть. Да, вот минус панельных домов, сразу вам скажу. Мало того, что швы разрушаются, да, вот наполнение этих швов. Сейчас их запенивают, да всякой ерундой замазывают. Это все ерунда. А еще получается, что сама плита, из которой состоит этот дом, тоже разрушается под воздействием, не знаю, может быть, там, течет откуда-то, да, что-то протекает, подтекает сверху и все. Туда-сюда, минусовые температуры. И все это, и все это беда. Вот заехали мы с обратной стороны этого доброцена самого. Если кому интересен этот магазин, вот находится он в этом микрорайоне. На улице Володарского. На улице Володарского, да. Еще вам покажу вот так. А это уже другой у нас торговый центр. А мы там были с тобой? Были. Как-то вроде заходили, да, зачем-то. Что-то даже не помню, зачем, если честно сказать, заходили. За продуктами. Тут-то вообще, мне кажется, дороги какие-то непроездные. Слышь, мы с тобой вот едем и как в стопор иногда встаем. Может быть, тут людей больше, потому что, посмотрите, вся площадка вон занята. Это магазин. Магазин, что это народ. Ну, может быть, думаешь, как раз это посетители магазина? Ага. Ой, да, что-то как-то трудновато тут выезжать нам. Посмотрим, что я здесь. Я здесь пешком как-то ходил мелкий. Сейчас тут уже давно не было. То ли машин тут больше, машина-поток. Так, а это что у нас за улочка? Володарского. Да, Володарского. Тоже какая-то детская площадка. Новенькая, между прочим, детская площадка. Я не знаю. То ли... Может быть, знаешь что? Детские площадки построены... Потому что здесь домов... Дома высотные. Ну, высокие. Вот пятиэтажки, девятиэтажки. Людей больше. О, вороны собрались на собрание. Обсуждают, наверное. Планировка у них. Ой, как там? Пятиминутка. Планерка, да, планерка у них тут. В общем, где, видимо, больше жителей, там больше можно собрать, может быть, на эту детскую площадку, быстрее построить. У нас-то просто, видишь, двухэтажные дома, трехэтажные, и жителей не так много. И получается, площадка детская, если будем вкладываться... Девятый микрорайон, поняла, вон написано, девятый. О, где-то мы катаемся все-таки в девятом микрорайоне. А это улица Комиссара Утробина. Вот она какая, улица Комиссара, Комиссара Утробина, да. А это что такое? Так, а слушай, а что это такое за здание? Вроде школы нет, школы вроде не такой. Думаешь, а может, это все-таки школа двенадцатая, нет? Не, не, не. Вроде не надо. Ну ладно. Так, мы уже ехали в тупик. В тупик заехали. А, заберемся. Ну давай, разворачивайся. Может быть, мы уже выйдем из этого микрорайона. Что тебе не нравится? Не знаю, Стас. Мне кажется, тут как-то неуютно мне. Может быть, потом мы когда-нибудь съездим. Не знаю, может быть, погуляем просто. Не зимой уже. Будет еще как бы повод показать что-то людям в другом ракурсе. Пешком. Сейчас-то зимой, конечно, не очень пешком. Хочется ходить. Тем более мы такие с тобой мерзлявки. Вот я побыла в саду, у меня ноги околились, замерзли. Часто согрелась? Часто согрелась. У гастронома еще, да, такое название. Такое из девяностых. Гастроном. Пишется за гастрономом. Нет. Ну, я не знаю. Я, по крайней мере, вот сейчас только встретила этот гастроном. Название. А так, чтобы... Гастроном. Так звучит-то как-то так интересно. Не знаю даже, что напоминает этот микрорайон. Не знаю. Может быть... Может быть, революции, да, напоминают что-то маленько, нет? Нет. Мне напоминают. Нет. Точно не напоминают. И, по-моему, тоже тупик. Тоже тупик? Ага. Ну, ладно, покажем немножко микрорайончик тогда, раз тупик. Такие вот эти выходы противопожарные, да, вот это вот балконы-то не застекленные, которые... Там, по-моему, идет это... Незадымляемая лестница. Обычно она бывает загажена каким-нибудь мусором. Хотя на самом деле это выход пожарный для жителей же этих же домов. Тут так интересно. В серединке, да, пятиэтажные домики, а вот по бокам стоят девятиэтажки. Может, десятиэтажки, не знаю, не посчитала я это же. А вот эти сколькие этажки. Вот, кстати, такие же. Мы из коляски покупали. Красную туда, какую-то красную. Надо тоже выставить, сфоткать, наверное, эти коляски, выставить их, а? На продажу, на Типецкру что ли? Или на Авито, может быть, скинуть? Да, вот эти домики интересные такие. Ты все-таки решился съездить еще в один тупик? Ой, не-не-не, другой поворот я пропустил. Так, просто немножко назад надо съездить. Давай. Потом поворот-то повыше. Съезди немножко назад. А мы можем потом выехать, наверное, туда вообще на эту... Да, на Победы. На Победы, да. Или на Юбилейную. Или на Победу. На Победу считается. Ну, давай. Вот этот, думаешь, да? Поворот. Думаю, поворот. Еще площадочку вам покажу. Солнышко что-то уже... Неужто уже солнышко заходит, слышь? День-то бывает. А время-то сколько у нас? Время два. Ничего себе. Такое ощущение, что да, уже солнышко, уже все. Говорит нам уже пока-пока. Типа не пора ли вам, друзья, спать? Так. Валить домой, спать. Да. Думаешь, тут нет тупика? Я надеюсь, что нет. Есть же тут все равно где-то выходы. Вот красная школа. Выезды-то отсюда вам. Должны быть. А то получается, как тут вообще? Заехал и не выехать? Вот тут тупик. Кошмар. Офигеть. Что-то я не люблю такие эти дворы, где невозможно выехать. Ага. Тупик. По машинке у нас. Интересно, слушайте, люди. Одни сплошные тупики. Как они тут попадают? Во дворы так себе. Как скорая или пожарная. Да, 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 да. Это вообще кошмар какой-то. Как тут куда ехать? Нет, какие-то непроездные такие дворы не очень, да, мне кажется. Это же не несколько непроездных. Я выехал в стране. Кстати, да. Иногда едешь на такси к своему двору, и все время они боятся завернуть к нашему дому и спрашивают, а там выезд дальше есть? Я говорю, да, да, там много выездов. А у нас же двор, он такой, он вообще проездной. Там заездов-то сколько? С одной, наверное, только три, да? И еще с другой стороны, наверное, столько же можно выехать. В этом плане нам лучше. Я-то думаю, почему они все время спрашивают, а вот именно что, да, вот здесь вообще невозможно выехать. Заехал, и все, тупик. Да, интересно. Ну, там улица, это шея, как и где-то, верно. Может, нам уже тогда совсем вот там выехать, слышишь, где мы заехали? Ну, вот здесь тоже тупики вижу. Да, я вижу, что тоже тупик, да. Охренеть. То есть, поехал вот по этой дороге и все, а сплошные тупики. Здесь, наверное, тоже тупик. Наверное. Ну, здесь оканчивается. Да, тупик тоже. Ну что, друзья, мы будем выезжать. Всем, кому понравился этот ролик, пиши, ставь лайк. Ну и встретимся в других видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok